Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня я продолжаю свои эксперименты с нейросетями. Итак, у меня есть отрисованный черно-белый и цветной эскиз. Отрисовала я их в Adobe Illustrator, после этого экспортировала. Они у меня в формате PNK. Вот такая вот классная картинка у меня есть. И эту картинку я буду обрабатывать в трех разных нейросетях. Это Leonardo, Kandinsky и Newark. Мы с вами посмотрим, что из этого эскиза можно получить при помощи обработки и насколько это будет по-другому смотреться. Специально взяла черно-белый и цветной для того, чтобы отследить, как будет идти реакция у нейросетей. Итак, давайте мы с вами посмотрим. Первая программа, точнее нейросеть, в которой я буду работать, это Leonardo. У меня куплен платный доступ. С Leonardo я люблю работать, он выдает очень интересные стилистические решения. И сейчас мы с вами загрузим, соответственно, какой-то стиль, то, что называется имидж, сюда, чтобы на его основе начать работать. Так, давайте вот сюда выбираем. Вот он мой эскиз, который я показала. Открываем. Вот он у меня загрузился. И здесь мы выбираем, что мы будем делать. Image to image. Соответственно, edge to image у них пока в премиум подписке. Age to image это когда мы по краю начинаем, соответственно, рисовать post to image, depth to image. То есть это очень-очень интересная функция. Я пока, если честно, до них не дошла. Вот. И здесь сила, насколько мы будем следовать, соответственно, этому принту. Выбираем модель, на которой мы будем генерить. Если нам нужно, выбираем элементы или выбираем стиль, который нам нужен. И после этого даем описание. Давайте напишем lilac. Lilac silk and... Сейчас я подумаю, как это лучше написать. Давайте в переводчик войдем. Лиловые шелковые платья с органзой. Ой, ерунда получилась. Лиловые шелковые платья с органзой. Вот. Такая вот у нас будет приписочка. Эту приписочку мы берем и помещаем вот сюда. Соответственно, на основе того, что я задала, у меня сейчас должна пойти генерация. Соответственно, вот этот вот стренд, это насколько мы будем следовать тому имиджу, который я задаю. Я могу его... Здесь вот среднее значение стоит, да. Могу его повысить. И вот смотрите. На основании того, что мы сделали, вот мне начала программа предлагать работу с данным эскизом. Притом, я могу попробовать поменять элементарно стилистику, поменять модель, в которой я буду работать. Это именно модель. Вот это модель, а это, соответственно, стиль, а это дополнительные элементы. То есть на одной и той же модели я могу добавлять разные стили, разные элементы. Это дает достаточно широкий диапазон для того, чтобы поработать с той стилистической особенностью, которая будет у нас появляться. Смотрите, она мне ее сделала в квадрат. Ну, вот здесь просто кошмарик получился, она какие-то ноги выдвинула. Здесь тоже непонятно, что в какую-то ерунду мы сошлись. Но вот такие вариации она мне сделала. То есть в общем и целом для придумывания новых каких-то историй вполне может подойти. Следующий вариант, который мы будем с вами пробовать, это уже самое. Мы будем пробовать Кандинский. Я буду с ним работать через вот Телеграм. Он у меня остановлен. Это абсолютно бесплатная нейросеть. Вы можете попробовать. И здесь мы с вами должны выбрать, что мы хотим сделать. Я хочу сделать вариации картинки. И она мне пишет, пожалуйста, прикрепите фотографию. Я выбираю и, соответственно, выбираю мою картинку, на которую я хочу что-то сделать. Вот она у меня загружается. Выберите соотношение сторон и отношение длина к ширине. Ну, давайте 9 на 16. Здесь максимально близко. И у меня мое изображение поставлено в очередь. То есть я не задавала какую-то дополнительную стилистику. Я просто попросила, чтобы эту картинку мне сделали в разных вариациях стиля. Притом, если у Леонардо, то, что мы до этого смотрели, я могу задать то количество вариаций, которое будет от 1 до 8, то у Кандинского строго мне всегда выдаст одну картинку. Ну, и вот смотрите, какая феерия получилась у этой картинки. Конечно, сетки не справляются. Давайте попробуем сделать генерацию по тексту. Так, нет. Сейчас мы зададим сюда фотографию. Поймет он его, нет. Так. Нет, не понял. Не понял он меня. Выберите соотношение сторон. Все, оно пошло. Ну, в общем-то, как бы отвратительно, если быть откровенным. Да и здесь тоже я не могу порадоваться, потому что какие-то идеи пошли, но как-то оно все очень криво. Возможно, нужно обрезать под квадрат. Я специально ничего не адаптировала. Ну, в общем, вот такая ерунда. О, ну это, нет, это она мне не по картинке сделала. Так, вот, перенос стиля. Выберите вариант переноса стиля. Я могу перевести стиль на изображение. Так, вот, перенос из текста. Отправить фото, на которое хочешь перенести стиль. Вот. Фото или видео. Так, вот, отправляю. Ну, как понимаете, это обычный телеграм-бот. Вот, и отправьте текст. Вот он у меня текст написан. Кстати, Кандинский неплохо понимает по-английски. Так что вы можете с ним общаться. Мне кажется, он даже лучше генерит, когда с ним общаешься на английский. Это у всех нейросетей такая история. Вот. Если я не... Ну, да. Все нейросетки подтупливают. Особенно Кандинский, учитывая, что он абсолютно бесплатный. И к нему никаких претензий по этому поводу. Сейчас подождем, пока он выдаст там что-то интересное. Вот, смотрите. Вечная беда Кандинского – это лица. Это прям можно сразу отрезать. Лица ему лучше не давать генерить. Но в целом, на мой взгляд, привязываясь к тому силуэту, который у меня был, он очень неплохо себя повел. Потому что у меня был вот такой вот силуэт. И вот он к нему как-то примотался. Потому что то, что сделал мне, например, Леонардо, то здесь он как бы силуэт вообще. То есть у меня корсетная история, а он мне тут какую-то ерунду рисует. Так что надо отдать должное Кандинскому. Он себя повел интересно достаточно. Ну и еще одна крутая нейросетка, которая вам точно понравится. Мы загружаем с вами сюда картинку. Она прям адаптирована под это все дело. Она делает потрясающие вещи. Мне она очень понравилась. И я, конечно же, про нее дополнительно рассказываю. Вот здесь тоже есть креативити левел. То есть я могу попросить прям вот почти точно по моему эскизу все сделать. Работает она платно, но у нее есть бесплатный кусочек. То есть когда вам дают 10 изображений, которые вы можете сгенерить, соответственно, бесплатно. Вот здесь тоже мы можем с вами выбрать модель. Мы можем выбрать количество имиджа, который будет сгенерировано. Поэтому, ну, прям очень много. Вот у меня осталось 99. Видите, имидж. Сейчас еще, видимо, это отщепнет. И останется, наверное, 96 в итоге. Да, от 100, потому что вот 98. И здесь фишка в том, что она рассчитана на все это дело. И посмотрите, насколько четко она проследовала тому, что я ее попросила. Я, правда, поставила уровень, то, что называется, креативити минимальный. Но она соблюла то, что у меня есть. И поняла, что вот здесь должна быть прозрачность. Нам очень классное попадание. Что там она мне еще предложила? Вот еще варианты. Но ее можно попросить сделать это все более креативно. Я вам сейчас покажу. Смотрите, очень фотореалистичные. Такие она прям манекены туда впаяла. Что тоже интересно. Я могу попросить ее создать один имидж и креативити поставить на пятерку, например. Она будет более вольно себя вести и давать более, ну, такие свободные интерпретации, генерации. То есть она может вообще туда девушку вставить в платье. И именно вот НьюАрк, она хорошо для этого адаптирована. Вот смотрите, то, что я говорила. Она, она девушка, уже одела это платье. И очень фотореалистично, потому что на фоне Кандинского вот это безобразие, которое он сотворил здесь с лицами, здесь, конечно, это все на это приятно посмотреть. И это уже можно как-то дальше использовать. Когда мы вот из такого эскиза, вот из такого, сделали вот такую штуку. Так что вот такие у меня на сегодня исследования. Три нейросети. Пожалуйста, мне напишите, какая вам понравилась, какая вас вдохновила. Вот они все ссылки сверху, все, что я использовала. Соответственно, я использовала Леонардо, я использовала Telegram-бот Кандинский, вот он Кандинский 2.2, и я использовала NewArc. Очень интересная сетка, которая как раз вот это все заточена. Напишите, что вам больше понравилось, напишите, что бы вам еще хотелось посмотреть и разобрать в нейросетях. Я с удовольствием это сделаю. А если вы хотите больше узнать про нейросети, записывайтесь ко мне на вебинар. Мы как раз разбираем, как дизайнеру применять нейросети, чтобы это было полезно, чтобы это было нужно, а не просто для того, чтобы попалываться на генерить непонятные картинки. Ссылочку оставлю под этим видео. Приходите, буду рада вас видеть. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.